всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков и сегодня в рубрике коротко и ясно мы поговорим о важной практической части психотерапии о той части которая скрыта за общепринятыми темами на ютюбе мы говорим в основном о неврозах а всд панических атаках и в целом о том что такое неврозы и о том что надо делать я то что находить психотерапевту и так далее тому подобное но я хочу вам немножечко с профессиональной точки зрения подойти сегодня и поговорить о семейном консультировании и почему что это такое почему это важно и причем здесь ваша всд и панические атаки и депрессии и семейное консультирование само по себе семейное консультирование то форма консультирования в которой интегрированы и вовлечены либо муж и супруга либо родителей в общем это такая семейная история тут я думаю все понятно как это связано с вашими неврозами с вашим всд сейчас постараюсь вам очень коротко и ясно объяснить и дать вам такие некоторые практически рекомендации от себя что ли как вы знаете я 8 лет занимаюсь вопросами неврозов и тревожнофобических расстройств и снимаю для вас лекции и 8 лет я вижу разные причины невротических расстройств которые так или иначе потом становятся тревожными в структуре паника бывает и бывает что и паники нету но мы говорим в целом о вегетативном напряжении мы говорим о вегетососудистой дисфункции мы говорим о фобиях мы говорим о бапохондрии мы говорим о прочих тревогах и часто за всей этой психо вегетативной петрушкой до которые кроется так скажем на поверхности очень часто за всем за этим стоит определенная проблема в семейной сфере я сейчас возьму два примера чтобы вам было понятно первый пример это связано с жизнью супругов и супруги да то есть пары и второй пример это связано с родителями в чем проблема тоже постараюсь вам сказать значит может случиться так что в какой-то период времени у вас становится что-то недосказанное с вашей второй половинкой с вашим партнером вы испытываете меньшего внимания вы испытываете холод вы испытываете дистанцированность вы испытываете какую-то непроясненность будущего вы испытываете какую-то нестабильность вашем партнере и начинаете либо это мало замалчивать либо вы пытаетесь как-то намекнуть по-вашему он не понимает или он вообще не идет на контакт в общем-то за всей за этой истории рано или поздно может вылезти вегетативное напряжение потому что вся эта история будет копиться 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 и вы можете испугаться этого вегетативного напряжения так у вас вы и возникнет паника вторично здесь же вы вашими паниками и вашими фобиями можете привлекать внимание этого человека да то есть как же ты можешь меня бросить или наконец-то обрати на меня внимание мне же так плохо со здоровьем стало не во всех случаях это так но часто такое бывает что на самом деле пока супруга грубо говоря не стала вызывать там скорую по два раза в день муж как-то не стал вообще внимание обращать а то и сначала стала потом опять прекратил в любом случае это такое бессознательное проявление некоторого тупика и безвыходности ваших личностных в ваших личных отношениях и вегетатика вам указывает на то что что то внутри накоплено и не разрешено вот семейное консультирование здесь помогает эту проблему решать но ребятки котятки тут есть одна большая проблема и проблема серьезная давайте попробуем ее объяснить если ваш партнер не важно это муж или жена если вы пришли ко мне на консультирование или вы пришли на консультирование к моему коллеге по вопросам с неврозами да и вы за работой с симптоматикой понимаете что причина возникновения базовой тревожности является недосказанность неразрешенность затягивание принятия решения в семейной сфере в личной сфере то здесь необходимо интегрировать этого человека в консультирование хотя бы виде вашего диалога внутри семьи хотя бы в идеале конечно если бы вы пришли вместе я очень часто стараюсь позвать мужа или жену я очень часто вот вы кстати пишите вопросы сейчас я буду них отвечать но в следующем видео я очень часто использую мужа или жену приглашаю в консультирование для того чтобы объяснить супругу или супруги о том что может стоять за за проблемы например я начинаю диалог так как вам кажется что происходит вашей супругой или как вам кажется что вообще с ней происходит потому что часто жена до клиентка говорит одну ситуацию он такой то такое то такое то такое то на самом деле с его точки зрения все совершенно по-другому поэтому тут надо быть объективным и выслушать две стороны вот если ваш партнер и пойдет на это то это очень хорошая возможность решить ту проблема которая есть во всяком случае есть хорошая возможность попытаться объяснить что происходит с вашей супругой или с вашим супругом и попытаться вас интегрировать в взаимный процесс взаимопомощи изменения если ваш партнер категорически отказывается где-то это все фигня и психотерапевты всякие какие-то долбоебы я сам тебе вылечу и сам кого хочешь вылечу и еще больше не идет на контакт и не хочет идти вам навстречу видеть диалога то конечно перспективы и прогнозы печально потому что у нас нету задачи разводить пары у нас нету задачи ссорить пары у меня в частности умнее задача интегрировать вас им мотивировать вас на внутренний диалог мне не так уж и важно разведетесь вы не разведетесь мне не важно какое решение вы совместно примете конечно я желаю всем счастья но для меня важно решить вопрос своего клиента и когда вы начинаете диалог с вашим мужем или с вашей женой если предположим что вы в итоге придете к тому что вы расстанетесь вам важно понимать одну вещь вы должны попытаться сделать все возможное чтобы потом вам у вас не было такого ощущения что вы что-то не сказали не попробовали не попытались объяснить понимаете на чем я чтобы потом если вы будете принимать решение о расторжении отношений у вас не было чувства вины что вы не пробовали а вот если вы скажете послушаем есть консультант он хочет чтобы посоветоваться он скажет да пошел и так далее и тому подобное или жена скажет да нет я никуда не поеду хорошо вы потом сделайте попытку с помощью наших с наш с помощью нашей работы начать какой-то взаимный диалог с ним до вывести его на какие-то обсуждения если это человек будет отмораживаться и включать задние говорит что это все ими и у меня все хорошо это у тебя все плохо и не хочу ничего менять это там то потом если вы будете принимать все таки негативное решение вы скажете я сделала все что могла я сделал все что мог но ты не хочешь идти мне на контакт ты не хочешь это обсуждать ты не хочешь решать проблему и тогда вы сможете со спокойной душой принять то решение которое посчитаете нужным поэтому первое что я быть в этой части хотел сказать что если причина ваших беспокойств и вашего общего вегетативного и на вегетативного и невротического напряжения в кабинете психотерапевта или вашем личном аспекте вы видите что это все-таки личные отношения в паре чем раньше вы начнете диалог чем раньше вы начнете решать с помощью диалога те вопросы которые решают симптомы например если симптомы привлекает внимание то вы должны научиться говорить о внимании если симптомы решает какую-то потребность то вы должны научиться говорить о потребности то есть вы должны взять то что решает симптом и начать это делать самостоятельно если симптом тут мало чего решает а просто это проявление очень сильного затяжного напряжения по вопросу непринятого решения какого-то надо научиться обсуждать это решение надо научиться попытаться решить это совместно в диалоге но и потом соответственно принимать решение обоюдно либо односторонний как уж пойдет это что касается в общих чертах по поводу, как интегрируется в психотерапию тревожно-фобических расстройств муж и жена в семейном формате. Часто я, кстати, по телефону говорю с мужьями и женами, потому что они иногда люди заняты, и мне достаточно 15-20 минут, чтобы хотя бы у человека такое зерно в голову зашло о том, что вообще-то диалог нужен, и о том, что она не симулирует, и о том, что он не с ума сходит. Это очень важно. Второй аспект в семейном консультировании – это консультирование с родителями. Бывает так, что за вашими паниками, вегетатикой, тревожным состоянием, да, и УКР особенно, УКР, кроется именно вот эта ваша нормативность, вот эта ваша зажатость или слишком сильное подавление матери, или ее гиперопека. И чтобы разорвать эту симбиотическую связь с матерью, там, дочка и мать, или сын и мать, объяснить родителям, как надо себя вести, и о том, как эта гиперопека вредит, и как лучше себя вести, тоже требуется семейное консультирование. И здесь тоже маму или в основном матери или отцы тоже интегрируются в терапию. Ну, кстати, вот с родителями проще все-таки, чем с мужьями и женами. Тут надо отдать им должность, что они все-таки понимают, что они где-то переборщили, но они не знают инструментария, который необходим для того, чтобы скорректировать этот вопрос, поэтому с ними бывает гораздо проще. Тоже часто интегрирую маму, особенно если я вижу, что проблема пациента именно в этой нормативности, в этой связи, в этом чувстве вины, потому что любой симбиоз – это двусторонняя проблема, где мать испытывает определенное чувство, к ребенку не может его отпустить, и своей тревогой подавляет, и гиперопекает его. Ребенок тоже не может отпустить маму, потому что я чувствую вины. И вот это вот совместный такой симбиотический момент, он очень сложный. Поэтому важно, чтобы мама тоже пришла на консультирование или отец и так далее. Ну, есть еще много нюансов семейного консультирования, да, где в браке между отцом, где между матерью и отцом возникают какие-то турбулентности, и ребенок, подросток это как-то переживает. Часто бывает так, что мне звонят именно те самые мамы и папы, говорят, у нас что-то с ребенком там, с подростком не то. И тогда тоже они говорят, у нас у девочки какая-то проблема, да. С девочкой разговариваешь, и через какое-то время начнешь понимать, что проблема не столько в девочке, сколько в поведении родителей. Соответственно, это тоже решается в виде семейного консультирования. Можно это делать совместно, можно делать по очереди, можно это делать как-то скомбинированно и так далее. Вывод какой из этого ролика? Что если вы понимаете, что за вашим вегетативным напряжением, вашей нормативностью и вашим чувством вины, и вашей невозможностью принять решение стоит проблема именно семейного формата, личного там или семейного в плане матери, постарайтесь выйти с ними на диалог. Если диалога не получается, постарайтесь подумать, почему этого диалога не получается ввиду нежелания партнера или ввиду ваших каких-то убеждений. Но так или иначе это все прорабатывается. Поэтому это очень важный аспект, потому что вы считаете, что у вас проблема с паническими атаками, с вегетатикой. На самом деле, я вот сегодня вам попытался объяснить, что часто может стоять за этими, каким инструментарием это решается. Это не значит, что ваша семья больна, и муж лечится, и там жена лечится, или мама. Это консультирование, которое помогает посмотреть на проблему более широко, потому что у вас, как говорится, замылен глаз, и некоторая сторонняя интеграция консультанта в эту проблему часто помогает. Опять же, повторюсь, у нас нет задачи кого-то мирить или ссорить. Я не знаю, какое решение вы примете. У меня есть единственная задача – это инициировать ваш диалог. Поэтому, когда есть такой миф о том, что психотерапевты все время разводят семьи и так далее, это абсолютно неправда. Правда заключается в том, что семьи не умеют разговаривать, семьи не умеют решать вопросы. А наша задача – попытаться этот диалог инициировать. Тогда есть хорошая попытка и хороший шанс что-то изменить и вот в этой нисходящей кривой оттолкнуться и опять пойти на улучшение качества отношений. Но согласитесь, если второй ваш партнер отмораживается, ничего не хочет менять, ничего не хочет слышать, не хочет как-то над этим работать, то это его право. Спасибо, что смотрите канал. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно нажмите на значок в виде колокольчика. Тогда вам будут приходить оповещения о новых роликах. Спасибо большое. Увидимся. До встречи. Пока.